Итак, дорогие друзья, продолжим разговор, начатый в другом видео, где мы подробно изложили своё понимание того, что Второе пришествие Христа состоялось. Если вы его не видели, то ссылку мы выкладываем ниже. Мать Мария сказала, есть только один урок, который необходимо выучить. Страдания людей никогда не будут облегчены или превзойдены до тех пор, пока люди следуют за падшими существами, которые всегда стремятся возвысить себя в качестве элиты. С другой стороны, мы приходим к пониманию, что цивилизация должна быть построена на новом основании — основании сознания Христа. Ведь ныне живущий Христос не отделён, не оторван от жизни, как многие думают. Он — часть этой жизни. И более того, у Него есть своё видение по каждому аспекту жизни на нашей планете Земля. Но если это так, то тогда люди должны иметь ориентир того, как видит Христос современную жизнь, как видит положение дел в экономике, в образовании, в целом, в обществе. Люди должны познакомиться с Его видением, с Его позицией, чтобы в конце концов иметь выбор, за кем следовать — западшими существами, которые генерируют нисходящую спираль, сеют хаос и тьму, или за Христом, который есть свет этому миру. Итак, мы приглашаем вас ознакомиться с позицией Христа, взглядом Христа, размышлять и сделать свой выбор. Женя говорила про количество золота на планете Земля. Это цифра в 199 тонн, существующих сегодня на планете Земля. Это одна из цифр, которая... 190 тысяч тонн, да. Она очень часто упоминается в разных источниках. Есть еще одна цифра. 2,5 миллиона тонн, существующих на планете Земля. Я не знаю реальность, но я просто взял и среднюю между ними, и это получается порядка 1 миллион 350 тысяч тонн. Условно, пускай это вот, если даже это хоть близко к истине, то в долларовом эквиваленте этот объем золота равен порядка 77-80 триллионам долларов. То есть, фактически, наличие золота на планете Земля соответствует ВВП производимых товаров на планете Земля. То есть, по факту, нету дефицита золота. Его фактически, как бы, если это действительно так, даже если берем сумму 190 тысяч тонн золота, это порядка 17-20 триллионов долларов. Но запасы, которые существуют, если бизнесу будет открыто право добывать золото, то этот запас может быстро восполниться, и он будет соответствовать текущему ВВП. То есть, по факту, экономика будет обеспечена золотом уже даже в текущих масштабах. Вот что я хотел добавить. Связь между двумя сферами, вот золото и экономика. Ну, я просто не обозначала эту цифру. В мировом океане, то есть в воде, растворены миллиарды тонн золота, и наша промышленность просто не умеет добывать золото из воды. То есть мы научились добывать, люди научились добывать из земли. Большинство золота находится именно в океане, растворенного в воде. Ну, то есть если даже вот цифры, которые добыты там в тысячах тонн, даже если Коля привел там миллион тонн, то в воде растворены миллиарды тонн золота. То есть это бесконечный запас на планете, который находится. Ну, и по поводу, я просто думала, что Коля больше про это скажет, про золотой стандарт, привязку. То есть очень важно, чтобы у нас, ну, может быть делать призывы, очень важно, чтобы у нас появился не просто бумажные деньги, обеспеченные золотом, этого недостаточно, а чтобы появились в обращении именно монеты золотые, чтобы мы их держали в руках и обменивались не бумажными деньгами, даже если они будут привязаны снова к золоту. То есть это ничего, ну, это лучше будет для экономики, но оно не поменяет ничего именно для осознания людей. Должны вернуться именно золотые монеты, потому что если вернуться к сплаву золота, высокие пробы как раз в монетах применялись, потому что монета более толстая, ну, то есть ее не страшно там погнуть или что-то еще, то есть как раз это было чистое практически золото в обращении всегда. А еще и через год Фрид Сен-Жермен упоминал способ изъятия золота упадших, и изъятие золота, например, когда он приводил пример, огромное количество утонувших кораблей, которые перевозили золото, то есть золото не только растворено в морской воде, но еще и много утонуло где-то, его человечество не может достать. А Сен-Жермен в курсе алхимии, ну и вот когда он с Готфри работал, он подчеркивал необходимость учиться осаждать золото, и когда как раз Готфри по этому поводу, видимо, начал эмоционировать, а Сен-Жермен ему объяснил, что вы не должны по этому поводу беспокоиться, потому что золото, которое вы осаждаете, вы часть привлекаете, ну, то есть осажденный свет, это часть, вы его когда призываете в свою жизнь и так далее, может быть элементалами таким образом изъято из тех, извините за выражение запасов, которые утонули, где-то еще что-то. Я сейчас могу соврать, может быть, это не Готфри, он говорил, а именно в курсе алхимии, то есть надо просто перечитать. Мне вдруг вспомнилось сейчас, что как было бы здорово, чтобы мы еще и не только думали о золотом стандарте, то есть именно напечатают золото где-то, добудут его, но и осознали, что это вполне во власти Христа и Христа-существа золото осаждать, осаждать его, проявлять, материализовывать. То есть вот эту идею бы еще тоже в эту сферу и в сознание, которое разворачивается к золотому веку, да, и к тому, что будет происходить, что будет составляющей. Мне знаете, чего не хватило в этой теме? Я сейчас осознала, что, возможно, стоило это сделать отдельной сферой, и я прям не расстроилась, конечно, но подумала, что надо взять ее. Где-то конференции деятельность Христа не заканчивается, а меня эта тема, мне она очень близка, это энергия, энергетика, потому что энергетика, экономика современная стоит на энергии, на энергетике, то есть одна составляющая — это деньги, а вторая составляющая — энергии, ресурсы, за которые, ну, может быть, я это упомяну, в нашей сфере где-то война, то есть все, на чем зациклены и элиты власти, и еще что-то, да, и на чем зациклена, закручена экономика — это способы добывания энергии, откуда она берется, каким образом и так далее, да, и как падшие тормозят научный прогресс в том, чтобы энергия была, то есть замысел Бога и вознесенных воды в золотом веке — это то, чтобы энергия, любое количество физической энергии было легко и естественным образом доступно каждому человеку как отражение его связи с Богом и получение, свободного получения энергии Духа, то есть Света, да, вот, Теслу там можно было бы взять, продемонстрировать вот этот путь как магнаты, помните, да, энергетические, все это выкупили, зарубили и так далее. Редактор субтитров А.Семкин